Четвертый день бытия. У меня тут треть банана и кусок сахара. Я вчера делала булочки. Привет, зритель. Ну что-то они у меня как-то не получились, эти генки. Надо было более сухой батон использовать, а не особо мягкий. В общем, тут творог козий из морозилки размороженный. Из города специально привезла. Я даже подумала, может, в следующий раз купить сразу два кг, сунуть в морозилку, разделив на кусочки. В городе еще кусочек, по-моему, есть, а может и нет, фиг знает. Не, я вроде сюда весь творог, короче, увезла. Ну, в общем, там есть другое что-то, если приехать и пожрать. Там есть кефир в чашке замороженный, потому что утром есть некогда было, когда мы на утрешнем уезжали в автобусе. Потом, значит, тут самопальный кефир и муна на заквасках Богдав, которые я делала в этой самой. Да, я тут вчера, позавчера разобралась на этой полке, которую я делала вон в той йогуртнице. И короб слабые обжарки, которые я тут пару вечеров подряд пила. Иногда даже по две чашки. Это уже три ночи. И четвертый день. И вот сейчас у меня будет завтра. Как бы поздний, потому что сначала я в душик сползала. Потом я еще раз убедилась, что пчелы еще никуда не собираются уфинтюривать, как вчера. И можно спокойно покушать. Забралась, потом спустилась обратно пониже. А там на другой ветке сидят эти, с гнездом, скорее всего, дрозды или как их там. В этот раз они менее наглые, как в прошлом году, что даже не давали сюда зайти. Гоняют ее. То беременные кошки, то у них беременные коты. Алиска. Алиска. Кошка. И отшла отгонять кота, который оказался родственником коту. Потому что у нее глаза голубые. Он отличается от того кота, который не родственников. И она за мной бежит, бежит, бежит. Потом в метрах трех поняла, что там рядом кот лежит. Ощетенилась, испухалась и удрала обратно. Предыдущий ролик был птичков. Я тут сижу в гамаке. Минут двадцать так сижу и понимаю, что какая-то птичка так курлыкает, будто у кого-то телефон звонит на вибрации. Думаю, если она все еще будет курлыкать, надо ее записать. Но не знаю, записалась или нет. Потом, может, на ноутбуке скину. Послушаю в наушниках. Вдруг записалась. Если записалась, было бы прикольно. А потом вдруг камера говорит, что на флешке места нет. Отрубилась и пришлось очищать флешку. От того, что уже не нужно. Полнышко заходит. С одной стороны, вроде в прилуки надо съедить. С другой стороны, ничего смонтированного нет. И молоко еще есть. И хлеб даже есть. Я думаю, может, послезавтра съездить. Все равно съездить можно только где-то после двух. А обед там вроде как до трех. Не знаю, как в этом году. Наверное, тоже так же до трех. О, а это четвертый день будет и я. То ли смерть, то ли осень. Летает. Жужжет. Черт миловал меня в этот раз от пчел, которые хотят откинуть копыта в нашем доме. Надеюсь, совсем милует в этом году. И не будут нам рей пчел бежать сквозь стены в дом. Причем дикие такие пчелы. Мне тут тропу по сделала к василькам на днях. Сегодня они как бы синие. Тут я снимаю их. Они такие немножко фиолетовые вам отдавали. Видимо, какие-какие. Может, потом еще посорываю на посушить. Вот она еще опять так. Куда-то так улица. Куда дурында-то моя делась. А, сидит на месте. Беременные кушки такие новые. На крышу забираются. Эта дура, кстати, вчера каким-то образом через закрытый двор забралась на чердак. Два часа с лишним там сидела. Я не могла понять, где она. Только по сену, которая с сеней. Ну, в смысле, по соломе. Вспадала такая. Шевелится соломинка в потолке. Думаю, блин, неужели она действительно там? Она еще и мяучит. Там мыша рахается. А я и чердак, и рейсница, который у нас идет на чердак, это, понять, несочетаемые вещи. Но, кое-как я ее все-таки достала. Сегодня у нас никто не слетал. На мое счастье. Это он так солнцем оттеняет. Кей-кей, зритель, сегодня у нас среда. Ты, наверное, иногда думаешь, у Лели нет никаких удобств. Деревянный дом, как же моет голову. А вот так. Смотри, у нас дом кипятильных, насколько мне известно, большой. Но можно скипятить пару чайников. Ну, вообще, чайник и две трети чайника. И кошечка на башка. С самопальным, кстати, шампунем. На основе чистотел. Там туда что-то написано. Шамбунь. На мыльной основе чистотел. Зеленым чаем. Скорее всего, а я не помню, может, и не прошло. Ну, в общем, тут ведро на расколашку, на всякий случай. Тут моя тень. Вот так. Кажется, темно. Привет, зритель. Я просто увидела зеленая, мне показалось, что там зеленая дверь. Там просто, видать, кусок зеленой стены просто видится. Это этот. Ферма. Изнутри. Или то, что от нее осталось. Может, как-нибудь чуть пораньше сюда приду. Если, конечно, я сейчас тут с великом смогу дорожку протоптать. Внутрь зайду. Теперешний внутрь. Только тут стрёмно, конечно. Но думаю, что вряд ли от того, что если оттуда зайду, там что-нибудь обвалится сверху. Тут двуногие человеки в свое время. Двуногие существа, называемые человеками. Каждый год постепенно это все растаскивают. Раньше в этом месте было на мегафоне. И связь хорошая набила. А мне сейчас нифига нету. А я как раз гружу маленький шорцик. И вот он у меня у фермы чуть-ка загрузился. А к ферме подошла уже все. Что я делала с десятое число. Я тут, может сказать, что. Ну, так я тут уже семь дней. Ну, не жути, а. Кстати, раньше вон туда была дорога. В принципе, она есть, наверное, когда вот осень там или ранняя весна. Она еще ощущается. И вон там была дорога. Ну, и вот здесь как бы даже следы дороги есть. Кто-то сюда доезжал. Ну, как бы и здесь в идеале бы можно пройти. Было бы ближе, но. Наверное, вряд ли кто-то до совсем Галкинского дома доезжал. Мне чуть-чуть подальше надо будет идти. Та тропинка, которой раньше была дорожка, мимо бывшего Бориного дома. Где сейчас местами интернет 4 джиловицу. Вот сейчас прямо-то тут и не пройдешь. Как-то мы с тетей, с автобусом шли пешком. И шли вот прямо, она так прошла. Я так стремалась, а стремалась. Тут ровно чисто было. Так можно было пройти. А сейчас вон доски навалены. Шейфер, доски, черт ты что, не пройдешь уже. Сейчас, смотри, я приблизила, так. Вот оно вот, прям рукой палать. Мне кажется, люди, которые едут в Россию по разным причинам на ПМЖ или на временное ПМЖ, должны заселяться вот в подобной деревне. Они же хотят как бы жить, есть, работать. Вот места для восстановления. В моем детстве в этом доме кто только не жил. Одно время тут жил священник с кучей детей. И у них даже какие-то надстройки были у этого дома. Там чуть ли не одиннадцать детей было. Если память не изменяет, стародубовы умерят. Вот здесь было такое плата. Ну как, место такое заасфальтированное, там какая-то такая фигня была, куда приезжал коровий врач и коров осматривала. Сейчас этот весь асфальт зарос травой. И там, я думаю, приличненькая такая рощица. Ну, все там с той стороны пройти. Но там, конечно, не кошено. И по первопроходцам она идти. И вот здесь между этой рощицей и вот этим местом там прудик. Приличненький такой. Я думаю, при случае, вот даже он досюда доходит, в этом прудике можно и купаться. Ну, тем, кто умеет плавать. И не боится и листа в дна. Асфальт мхом зарос. Если кто-нибудь смотрел аниме с голубой или синий луч отражения, что-то там с рефлексией, блю рефлексом или что-то в этом роде. Там как раз в конце аниме был мох везде. Тоже такой мох. Правда, он не такой зеленый, как там. Он тут ржавый. На асфальте. Субтитры сделал DimaTorzok